Привет! В этом видео мы поговорим об итогах осенней презентации Apple Wanderlust. Кратко и лаконично расскажем о новинках компании и ответим на главный вопрос, стоит ли купить новый iPhone 15 или пусть она обойдется. Первое, что анонсировала компания – Apple Watch 9. Внешне часы не изменились по сравнению с предыдущим поколением, но изменилась начинка. Здесь установлен мощный чип S9, который мощнее предыдущего на 50%, увеличилось количество транзисторов на 16%, система стала быстрее на 30%, анимации более плавные, а также здесь присутствуют 4 ядра для машинного обучения. Батареи теперь хватит на целый день, и вы точно не попадете во временную петлю. Siri стала реагировать на команды быстрее, диктовка ускорена на 25%. А еще мы можем спросить, либо делиться с Siri своими данными о здоровье, не мучая звонками свою маму. Появилась функция неймдроп. Максимальная яркость экрана теперь 2000 нит, минимальная – 1. Это значит, что в солнечный день на экране все будет четко видно, а ночью часы вас не ослепят. Новый жест Double Tap. С помощью него вы сможете ответить или сбросить звонок, открыть меню, выключить будильник, сделать фотографию с айфона. Главное, чтобы судорога не схватила. Появился новый цвет – розовый. А для изготовления ремешков Apple использует переработанные материалы. Это Apple Watch 9. Apple Watch Ultra 2. Компания проводила множество испытаний при разработке этих часов. Здесь присутствуют все фишки Apple Watch. Яркость экрана 3000 нит. Есть ночной режим экрана. Часы теперь могут измерять глубину погружения, актуально для дайверов. Либо высоту подъема. Например, когда вы поднимаетесь в гору. Автономность в обычном режиме 36 часов. В сберегательном – 72. Материалы корпуса на 95% переработанные титан. Ремешки представлены в новых красивых цветах. Инопланетные гости в Мексике оценили. Это Apple Watch Ultra 2. Айфон 15. Теперь в экране есть Dynamic Island. Сам экран потрясающий. Пиковая яркость – 2000 нит, что в два раза больше, чем у айфон 14. Диагонали остались прежними. Рамка корпуса теперь более сглажена. Материалы корпуса – алюминий и стекло. Но метод нанесения цвета производится по новой технологии. Новые цвета. Розовый, желтый, зеленый, синий и черный. Стекло Ceramic Shield. Пыль и влагозащита присутствуют. Материалы корпуса. На 75% переработанный алюминий. 100% переработанный кобальт и медь. Новая камера. Основной модуль – 48 мегапикселей. Оптическая стабилизация. Система объединения пикселей та же. 4 пикселя образуют один. Apple сказала, что портретный режим здесь нового поколения. Цвета лучше, боке глубже. С помощью машинного обучения айфон сам понимает, когда вы снимаете портрет и включает этот режим. Работает как на людях, так и на животных. И даже на ваших бывших. Чип А16 Bionic. Качество звонков улучшили за счет машинного обучения. Оно фильтрует фоновый шум и изолирует ваш голос. Это специальное изобретение для вашего дедушки. И, наконец-то, разъем для зарядки обрел стандарт Type-C 2.0. Это айфон 15. Айфон 15 Pro. Теперь он титановый. Это самый премиальный, прочный и легкий материал из всех, что используют при производстве айфонов. Грани корпуса скругленные. В айфоне 15 Pro самые тонкие рамки у экрана. Диагонали те же, что и в предыдущих моделях. 4 цвета. Натуральный титановый, синий титановый, белый титановый, черный титановый. Внутри айфон из 100% переработанного алюминия. Рычаг переключения бесшумного режима заменен на программируемую кнопку. Action Button. Ее можно настроить на различные действия. Каждое нажатие отображает Dynamic Island. Здесь установлен новый 3-нанометровый чип A17 Pro. 19 миллиардов транзисторов. Шестиядерный процессор. Поддерживает стандарт Type-C 3.0. Он быстрее передает данные в 20 раз, чем 2.0. GPU на 20% быстрее при обработке видео в играх. Появилась технология прорисовки лучей. Ray Tracing. Она разгружает процессор и ускоряет производительность. Теперь на iPhone 15 Pro можно будет играть в такие игры, как Division, Genshin Impact, Resident Evil 4 и Village. Assassin's Creed Mirage. Теперь еще легче заскамить мамонта. Камеры лучшие из всех. Основная 48 мегапикселей. Но она стала более светлой, чем в 14 Pro. Появилась технология сжатого кодека. В режиме съемки 24 мегапикселя можно менять фокусное расстояние на 24, 28, 35 миллиметров. Улучшен ночной режим. Телефотообъективе 15 Pro. Трехкратный оптический зум. Фокусное расстояние 77 миллиметров. В 15 Pro Max зум пятикратный. Фокусное расстояние 120 миллиметров. Стабилизацию улучшили. В ультраширокоугольной камере установили антибликовое покрытие. Улучшен ночной режим и макросъемка. Фокусное расстояние 13 миллиметров. Камера нового iPhone 15 Pro Max универсальный инструмент, имеющий переменные фокусные расстояния от 13 до 120 миллиметров, что подойдет для любых фото и видеосценариев. И еще интересная фича. Присутствует прямое взаимодействие с гарнитурой Apple Vision Pro. Простыми словами, с помощью двух камер одновременно снимается трехмерное видео. А затем можно смотреть ролики на гарнитуре и чувствовать объем, как в 3D. Пересматривайте лучшие кринж-моменты своих друзей в новой реальности. В новинках используются новейшие, потрясающие технологии, которые выводят девайсы на абсолютно новый уровень. Стоит ли их приобретать? Однозначно да. А сделать это вы можете в самом дружелюбном магазине техники Apple и гаджетов Unit.